всем респект братва с вами радир 120 гигабайт и да сегодня я расскажу вам почему он все-таки стоит поиграть в baldur's gate 3 это не будет какой-то подробный обзор игры с детальным разбором механика и анализом плюсов и минусов все это есть в сотнях других видео мое же видео нацелено на людей сомневающихся на людей не играющих в целом в подобные игры но при этом интересующихся конкретно этой игрой которая сильно нашумела до и после выхода конечно если вы мамкин дотер или играете исключительно в какой-нибудь counter strike то в этой игре скорее всего вам делать нечего и вообще иди лучше школу учись и мамку слушайся я просто убью твою семью однако я прекрасно понимаю людей которые смотрят на весь этот пугающий интерфейс на какие-то непонятные дндшные формулы атаки и защиты и думают было чё-то вообще тут происходит почему все играют в эту душнилова стоит ли мне в нее поиграть и в этом видео я постараюсь ответить на ваш вопрос почему вам все-таки стоит сыграть в baldur's gate 3 и тут дело вовсе не в том что можно трахнуться с медведем хотя это конечно весомый аргумент но перед этим я как всегда напомню что красивые уважаемые люди подписываются на твич телегу чтобы общаться не только в комментариях но и в онлайне и быть в курсе последних новостей но не забывайте лось поставить если видео вам понравилось можете ставить дизлак если не понравился подписываться на канал если конечно у вас есть такое желание вы еще не подписаны а мы начинаем погнали итак еще раз это видео для тех кто в подобной игре особо не играет которых пугает все что они видят но при этом у них есть интерес к игре просто они боятся не понять что там происходит и как в это играть я сам прекрасно понимаю таких людей ведь перед выходом baldur's gate 3 у меня были те же самые мысли я люблю рпг но обычно это что-то вроде масс эффекта скайрима ведьмака ну то есть что-то такое современное совсем не олдскульная я не играю подобные балдуру изометрические crpg обычно мне совершенно не хватает усидчивости я не хочу читать тонны текста пытаться разобраться в какой-то странной пошаговой боевки характеристиках и так далее к слову я вообще не любитель пошаговых боевок от слова совсем но не буду врать я пытался играть в подобное ведь некоторые игры мне очень сильно нахваливали я даже играл в первый baldur's gate но не смог там сделать примерно ничего я не понял боевку я не смог увлечься сюжетом ну да ладно допустим эта старая игра и сейчас в нее играть больно будет многим но есть же и другой пример пилотов этернити относительно современная игра от obsidian которых я безмерно уважаю в нее я тоже пробовал играть и тоже забросил потому что не хватило усидчивость я не говорю что это плохие игры просто ну получается я не особо любитель подобного мне все время не хватало динамики экшен рпг таких как ведьмак или mass effect вроде я понимал что игра хорошая но не смог в нее погрузиться поэтому если вы из таких же людей сейчас я вам объясню как у baldur's gate получилось не просто меня увлечь а окунуть в себя с головой не хуже ведьмака skyrim и mass effect это прекрасный мир в котором просто хочется жить который хочется исследовать эта игра в которую по-настоящему интересно играть я обо всем расскажу по порядку а вы уже сами сделайте вывод стоит ли вам в это играть или нет и так что же меня всегда смущало в подобных играх практически полное отсутствие постановки бедная по сравнению с экшен рпг графика тонны текста и душные диалоги которые надо читать часами непонятная и незрелищная боевая система скучноватый exploration и совершенно не очевидная последовательность выполнения заданий куда идти что делать и так далее и давайте начнем с постановки в отличие от большинства бюджетных crpg в baldur's gate с постановкой катсцен все на уровне лучших триплы игр если эпичные моменты когда на экране происходит много взрывов и событий если просто хорошие постановочные катсцены где персонажи активно жестикулируют они просто стоят на месте камера работает как надо планы меняются не дают вам заскучать актеры отлично отрабатывают моментами ты совершенно забываешь что так-то это изометрическая игра в тех же пиларсах или других подобных играх катсцен практически не было камера оставалась изометрический это мешало полному погружению тут же вы можете не беспокоиться кроме того хорошей постановки помогает отличная графика да я признаю местами где-то какое-то мальцо ездит а текстурки не самого высокого разрешения но в целом картинка для изометрической напоминаю crpg просто отличная яркая и детальная многие кстати включают режим геймпада и приближают камеру на максимум и играют как в обычную rpg от третьего лица или можно поставить мод для передвижения на в асд и мод на свободную камеру для той же цели как по мне это все таки не так удобно как играть в изометрии однако сам факт того что вы можете так сделать и игра при этом будет достойно выглядеть говорит о том что графика в игре на очень хорошем уровне так что тут беспокоиться не стоит графика не уступает большинству triple rpg от третьего лица следующие диалоги как вы знаете в игре нету русской озвучки что может отпугнуть многих ибо придется читать субтитры но беспокоиться вообще не стоит диалоги в игре отлично прописаны персонажи всегда говорят только по делу не льют воду на вас не выливается куча ненужной информации объясняющий там лор механики и так далее да вы можете найти ее в записках и книгах но даже там все написано лаконично так чтобы дать вам нужную информацию но не успеть утомить все примерно как ведьмаке или в масс-эффекте при этом если уж вам действительно хочется поговорить побольше такая возможность вам тоже предоставится вы можете задавать кучу вопросов вашим сопартийцам узнавать об их отношении к той или иной ситуации о том как вы справляетесь узнать о их жизни и так далее и так далее при этом насильно вас никто это делать не заставляет если вы это не сделаете вы не будете чувствовать себя так будто вы что-то пропустили сами диалоги отлично озвучены они эмоциональны и интересны как и сама система диалогов варианты в которой можно выбирать в зависимости от ваших характеристик и предпочтений вариативность на высшем уровне единственное что меня смутило это не мой главный герой да эта штука распространенная в том что там с карими наш персонаж тоже не разговаривает и мы просто выбираем его реплики но когда у тебя присутствуют катсцена третьего лица не мой главный герой часто выглядит как-то прям ну очень кринжовенько корчит какие-то странные гримасы вроде реагирует на то что ему говорят но сам слова сказать не может при этом в игре когда вы бегаете по миру какие-то фразочки он все-таки бросает отсюда мне вдвойне непонятно почему они его не озвучивали отмазка ну тип там так много озвучивать бы пришлось она не канает создание персонажа вы даже ему голос выбираете сделали бы по паре вариантов мужской женской озвучки и все в игре и так тонны диалогов озвученных я не думаю что озвучка главного героя добавил бы прям так много работы но это все-таки мелочь с которой вполне можно жить в основном никаких претензий к диалогам нет но больше всего меня порадовала и удивила боевая система я уже вспоминал как я играл в балдур с гей 1 и вообще не понимал что делать не понимал как я атакую почему зачем что это за странные характеристики у оружия однако когда я узнал что в третьей части не будет активной паузы а будет пошаговая боевка я только еще больше расстроился потому что в пошаговых боях моей жизни всегда все было еще хуже с активной паузы я хотя бы знаком после прохождения первого mass effect пусть там и идет упор на экшен но все же а тут я думаю что вообще ничего не смогу сделать думаю что если уж я и буду в это играть то только на самые легчайшие сложности для полных даунов которые не способны думать наперед да и в целом думать но я ошибся и как же я этому рад ларио нам каким-то образом удалось сделать такую боевую систему в которой такой ретард как я смог разобраться да я наверняка использую ее не на полную силу все время забываю что можно например разлить бочку с маслом под ногами врага и поджечь или что можно столкнуть кого-то в пропасть и так далее я привык тупо ебашить в лицо фаерболами или мечом однако постепенно я все-таки начал осваивать тактические моменты боевки различные заклинания магов атаки воинов и так далее драться в игре приходится много и я ответственно заявляю что даже если я великий хейтер пошаговых боев в играх никудышный тактик смог разобраться в боёк и чтобы валить врагов которые выше меня по уровню не на самом простом при этом уровне сложности а на балансе то и вы сможете кроме того бои со временем становятся все увлекательнее и увлекательнее они приносят все больше удовольствия и после каждой сложной победы вы чувствуете себя примерно вот так что же касается пугающих характеристик системы dnd то тут все не так сложно как кажется на первый взгляд во первых вам всегда напишут сколько примерно урона может нанести то или иное оружие или заклинание и так вы сможете сориентироваться в силе атаки класс брони тоже пишут и тут все просто выше класс лучше защита с бафами тоже все стандартно где-то добавляются очки к вашим характеристикам где-то эффекты или дополнительные заклинания к вашему билду так что про страшное 1d6 вы если честно можете даже особо не думать вы сможете сориентироваться и без этого смотря просто на цифры урона которые вы наносите врагам но я все-таки на всякий пожарный для тех кто прям очень хочет знать объясню что вот эти цифры буквы значит если вы вдруг не знали то baldur's gate использует системы настольной игры dungeons and dragons то есть dnd именно по вселенной этой игры она и сделана и именно поэтому за многие события в игре отвечает бросок кубика но если в диалогах и при например открытии сундуков все понятно надо просто выбросить число выше уровня испытания чтобы это испытание собственно пройти то в боях все чутка сложнее каждый раз когда вы атакуете врага или враг атакует вас бросается виртуальный кубик вот это вот d в характеристиках от слова dice то есть буквально игровой кубик или игральная кость в dnd существуют кости с разным количеством граней четырехгранный кубик обозначается как d4 шестигранный обозначается как d6 восьмигранный как d8 и так далее число перед буквой d например 1 d4 означает что вы бросаете кости указанное количество раз получается что 1 d4 может иметь результат от 1 до 4 если число перед d больше например 3 d4 значит кубик бросается три раза результат суммируется и может дать от 3 до 12 вот и все ну а дальше все как в диалогах или сундуках при атаке на врага если проходит испытание например на выносливость то если выпадет число выше характеристики выносливости этого вашего противника вы наносите больше урон но как я уже сказал в целом можете в это даже не вникать я например вполне удачно играю не сильно вдаваясь во всю эту dndшную механику благо игра показывает всегда какой примерно урон будет носить оружие хотя поначалу мне казалось что я не понимаю вообще ничего что меня будет постоянно убивать что выше самого легкого уровня сложности мне даже не стоит пытаться играть однако я ошибался как я уже говорил постепенно я стал боевку сейчас валю на норме ли врагов уровня выше моего это сложно да но возможно а вариативность решений вообще очень радует никогда не забуду как я получал адовых люлей в лагере гоблинов потому что сагрил на себя весь лагерь и при выходе на меня сбегалась огромная арава мобов не помогали даже призванные на помощь огры меня просто насиловали и убивали я даже отойти от ворот нормально не мог однако потом нам на стриме кстати подписывайтесь на twitch пришла отличная идея зайти с другой стороны помощью быстрого перемещения там я агрил на себя мобов по чуть-чуть и в итоге вынес весь лагерь не особо напрягаясь реализовав сценарий стиле 300 спартанцев и вот тогда я почувствовал себя настоящим гением и получил огромное удовольствие от победы при этом выглядят бои действительно хорошо особенно если вы что-то взрываете когда ты сам играешь в эту игру вообще не ощущаешь какого-то отсутствия импакта так что боевка вполне приятная безумно интересная вариативная и отлично при этом выглядит что для меня если честно было полнейшим сюрпризом но еще больше я был удивлен что каким-то образом у лариан получилось сделать просто очень интересный открытый мир который максимально увлекательно исследовать других подобных играх меня часто смущало то что даже когда локация красивая на ней почти ничего нету надо просто пройти от одного конца до другого ну может там пару трупов встретишь обыщешь тут же все не так на локациях за каждым углом тебя ждут не просто какие-то мобы которых надо побить это душнил у меня просто заколебала в первой части балды но тут если встречаешь мобов то это значит что там что-то интересное что-то случилось или происходит прямо сейчас либо кто-то попал в беду либо это начало какого-то квеста и так далее и так далее нарваться на нпс квест гиверов с катсценами тоже проще простого но иногда интересно просто полазить по этому красивому миру находить спрятанные сокровища в местах где ты уже побывал все это максимально качественно и интересно сделано поэтому никаких проблем с эксплорейшеном в игре тоже нет наоборот это одна из самых качественных игр в этом плане мне даже прости господи в ведьмаке было скучнее мир исследовать ну и последнее что тоже очень сильно меня удивило это то как лариан не ведя при этом игрока за ручку смогли сделать так что куда бы ты не пошел чтобы ты не делал это всегда выглядит целостно с общей историей и главным сюжетом каждый сайт квест чувствуется как часть общего повествования при этом ты почти никогда не теряешься даже если просто на рандоме куда-то пошел ты скорее всего что-то найдешь и то что ты найдешь сто процентов будет тебе интересно я не встретил ни одного задания в игре которое хотелось бы скипнуть наоборот когда я обнаруживал что где-то я просрал квест потому что ну какой-то персонаж погиб мне было очень жалко я не могу сказать что квесты какие-то прям сногсшибательно интересные однако они очень качественные каждый рассказывает какую-то историю и при этом как я уже говорил все это чувствуется частью общего повествования поэтому я крайне рекомендую облазить каждый уголок на карте поверьте вы не пожалеете тут я добавлю для справедливости до что игру я еще не прошел поэтому это не обзор я все еще в первом акте но в игре у меня уже больше 50 часов я слышал что второй акт еще больше так что как бы ду полное мнение об игре я смогу составить еще не скоро но я считаю что 50 часов более чем достаточно чтобы поделиться с вами тем мнением которые имеют на данный момент это видео я решил сделать людей которые сомневаются стоит ли им вообще играть в эту игру также как сомневался я потому что несмотря на весь хайп на секс медведем и отличные отзывы сам по себе жанр crpg является нишевым и многих может отпугнуть однако мое мнение такое ларианы смогли сделать такую игру которая выводит этот жанр на новый уровень более массовый и мейнстримный но при этом сделать это так чтобы не оказуалить все вокруг сохранив dnd систему которая была для многих душниловым но ларианы подали все так что играть с наслаждением могут и те кто вообще в dnd не шарит и те кто рубились сами в на столку и шарит за всякие издания и так далее но если вдруг вы все-таки во время игры что-то не понимаете не стесняйтесь просто гуглите куча гайдов в интернете есть в этом нету ничего зазорного посмотреть какие-то подсказочки в подобных играх это абсолютно нормально эта игра поистине титаническая работа и настоящий шедевр еще очень нескоро мы увидим игру подобного уровня поэтому да вам обязательно надо попробовать поиграть в baldur's gate 3 даже если до этого вы не играли в подобные игры иначе вы пропустите одну из самых интересных игр последних лет огромное спасибо всем кто досмотрел до конца не забывайте поставить лайк пишите в комментариях то что вы думаете по поводу этой игры жду всех в телеге и на твиче ну а на сегодня это все с вами был мародер 120 гигабайт жестких всем респектов йоу а 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 Субтитры создавал DimaTorzok